«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфов. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Филатов Александр Васильевич, доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, заведующий лабораторией иммунохимии Института иммунологии ФМБА России. Окончил биологический факультет МГУ с отличием в 1975 году и уже в 1978-м защитил кандидатскую диссертацию. Докторскую диссертацию, в которой были подведены итоги пионерских работ по фенотипированию лимфоцитов при первичных иммунодефицитах, Александр Филатов защитил в 1993 году. В 2012-м за цикл работ по созданию, организации и внедрению системы иммунологического и аллергологического мониторинга для профилактики и лечения иммунозависимых социально значимых заболеваний Александру Филатову в составе авторского коллектива Института иммунологии была присуждена премия правительства Российской Федерации в области науки и техники. Под руководством профессора Филатова защищено 9 кандидатских диссертаций. На кафедре иммунологии МГУ он создал авторский курс иммунобиотехнологии. В 2019-м и 2021-м годах Александр Васильевич принимал участие в проведении модуля по иммунобиотехнологии в университете Сириус в Сочи. На протяжении многих лет Александр Филатов активно работает в редколлегии журнала «Имунология». Профессор Филатов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Как вы уже догадались, речь у нас пойдет об иммунологии, а именно о терапевтических антителах, которые в последние годы становятся едва ли не самыми популярными биолекарствами. Это если посмотреть на стремительный рост рынка иммунотерапевтических препаратов. По прогнозам аналитиков, к 2028 году рынок терапии одними только моноклональными антителами возрастет до 452 миллиардов долларов. К концу программы мы увидим другие красноречивые цифры, а сейчас о науке. Пожалуйста, Александр Васильевич. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Речь пойдет об антителах. И я просто хотел вспомнить то, что все совсем недавно мы пережили пандемию коронавируса. И за это время мы все стали очень большими вирусологами и иммунологами. И в светских беседах стали очень часто употребляться такие слова. То есть если раньше друг друга спрашивали, кто насколько похудел или поправился, то теперь стали соревноваться у кого какие антитела. Какой у тебя титр. Да, какой титр, какой индекс позитивности. Я хочу сказать, что сегодня речь пойдет не об этих антителах. Не о тех антителах, которые образуются в организме человека в ответ на инфекцию или в ответ на вакцинацию. Речь пойдет об антителах, которые вводят человеку в качестве лекарства. Речь пойдет о терапевтических антителах. Ну а поскольку я все-таки по образованию не врач, а биолог, то я буду говорить о таких биологических аспектах этого применения. Такого, то есть я буду стараться говорить о механизмах действия терапевтических антител. Ну и всю презентацию я постарался построить в таком, в историческом плане, как это все появилось, концепция, как она развивалась. Поэтому мне это позволило назвать свою презентацию как биография терапевтических антител. Ну и раз оно так, то тогда давайте зададим себе вопрос, а когда слово «антитело» вообще впервые появилось в обиходе? Ну считается так, что его вел Пауль Эрлих, знаменитый немецкий ученый, один из основателей иммунологии. И вот в одной из своих работ, которая была опубликована в 1891 году, у него прозвучало такое предложение, о том, что если две субстанции порождают два разных антитела, то они должны быть разными. Я здесь сознательно оставил немецкую транскрипцию этого слова. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что вот понятие антитела было введено, но тем не менее в то время люди совершенно не понимали, а что они представляют собой как физическая субстанция. И это довольно удивительно. Удивительно в том отношении, что это не помешало ученым тех лет получать антитела, изучать их свойства. И даже не понимая, что это такое, использовать их для терапии. И вот таким самым первым примером использования терапевтических целей можно назвать пример Эмиля Беринга, который в свое время получил самую-самую первую Нобелевскую премию. Но правда ему надо сказать, что вот Эрлих ему очень помогал в этой работе, но Эрлих, правда, удостоился Нобелевской премии несколько позже, но речь не об этом. Беринг занимался тем, что он изучал бактериальные токсины, и бактериальные токсины он вводил лабораторным животным. Если ввести высокую дозу, животное погибает, но если вводить малые дозы, то животное как бы привыкает к этому, после этого дозу можно повышать, и животное совершенно спокойно переносит уже токсические дозы. И Беринг интерпретировал таким образом, что в организме животного образуются антитоксины. Ну, в современном понимании это были не антитоксины, это были те самые антитела. Но самое интересное было то, что не только эти животные приобретали устойчивость к токсину, но если эту сыворотку Беринг брал и вводил другим животным, то и те животные тоже приобретали устойчивость к действию к токсину. И тогда у него мелькнула догадка, нельзя ли использовать эти вот сыворотки, животные сыворотки, для того, чтобы лечить людей. И он купил целую ферму, лошадиную ферму, целую конюшню, стал иммунизировать лошадей, собирать эту сыворотку, и этой сывороткой попытался лечить людей от некоторых заболеваний. И надо сказать, что в каких-то отдельных случаях он добился успеха. Но тогда, когда он пытался как бы расширить это, то он столкнулся с очень большими сложностями. Дело в том, что лошадиная сыворотка, ну так выражаясь по-научному, она является ксеногенной. Она является чужеродой для человека. Поэтому здесь может возникать такой очень большой конфликт, особенно если вывозить ее неоднократно, а если ее выводить несколько раз, то иногда лечение оказывается хуже, чем само заболевание. Но тем не менее, есть отдельные случаи, когда лошадиную сыворотку, ксеногенную сыворотку можно использовать. Это в тех случаях, а в случаях каких-то таких инфекционных заболеваний, которые развиваются очень быстро, я бы сказал так, стремительно развиваются, и там вопрос стоит так, что в первые часы нужно, главное, спасти человеку жизнь, а потом уже разбираться с побочными эффектами, как, что и как-то стараться. Самый очевидный пример, это если человек кусает ядовитая змея, этот укус абсолютно ядовитый, ему вводят антисыворотку, то есть ему вводят сыворотку поэте этого змеиного яда, и человек сохраняет свою жизнь. Но в последующем, тогда, когда уже появились антибиотики, то как бы актуальность вот такого подхода, она резко упала, но тем не менее до сих пор такие лошадиные сыворотки выпускают, продают и используют. Ну, правда, их так, спектр применения довольно ограничен, но тем не менее, все-таки они продолжают существовать. Итак, значит, ксеногенная сыворотка, она не очень подходит, но тогда можно попытаться... Ну, это как бы первое поколение. Да, но тогда можно попытаться использовать все-таки непосредственно человеческие антитела, человеческую сыворотку. То есть можно даже не иммунизировать людей, можно просто у доноров набрать этой сыворотки, пулировать ее, то есть собрать сыворотку от 100, от 1000, или может быть даже больше доноров, в расчете на то, что кто-то из этих доноров болел, скажем, вирусом гриппа. Другой донор встречался с каким-то другим патогеном. Они вырабатывали антитела, и в этом поле сыворотки присутствуют антитела против различных патогенов. И вот такая сыворотка, ну, она называется в данном случае нормальная, в том смысле нормальная, что это людей специально не иммунизировали. И вот такая нормальная человеческая сыворотка, она применяется для лечения некоторых иммунодефицитных состояний, и в первую очередь первичных иммунодефицитов. Я напомню, что в первичных иммунодефицитах те люди, которые страдают, у них иногда просто нет Б-клеток вообще, у них нет антител вообще, или, может быть, они есть, но в каком-то очень ограниченном репертуаре. Поэтому, если они получают, скажем, ежемесячно вливание нормальной человеческой сыворотки, то это может им обеспечивать вполне такое сносное существование. Ну, так, качество жизни вполне получается нормальное, и они могут в течение долгих лет жить. Кроме первичных дефицитов, такой нормальный иммуноглобулин, он также используется и при вторичных иммунодефицитах. Например, при пересадке гемопоэтических стволов, тогда, когда организм человека облучают, или обрабатывают иммуносопрессантами, или как у людей, у которых ВИЧ-инфекция, и у которых очень сильный иммунодефицит, в этом случае сыворотка такая тоже помогает. И нормальный иммуноглобулин, он еще используется и для лечения аутоиммунных заболеваний. Я напомню, что в аутоиммунных заболеваниях, то есть основой, патогенезом аутоиммунных заболеваний является то, что в организме человека образуются антитела с собственным антигеном, и вот эти антитела начинают разрушать свои собственные ткани. Как бы полностью избавиться от этих аутоантител, мы пока не можем. Но что мы можем сделать? Ну, такой простой пример. Если хозяйка приготовила суп, она его пересолила, что можно сделать? Самое простое. Просто разбавить чистой водой. Вот точно так же у тех людей, у которых довольно много аутоантител, можно просто их разбавить нормальным иммуноглобулином. Тогда процентное соотношение вот этих патологических антител уменьшится. Но это даже не главное. Дело в том, что кровь и состав крови, она очень жестко регулируется в организме. И одним из таких регуляторов вот этого состава, белкового состава, являются эндотелиальные клетки, которые выстилают кровеносные сосуды. И эндотелиальные клетки, они очень так ревностно следят за таким забелковым составом крови. Значит, здесь у нас представлена эндотелиальная клетка, одна единственная. Эндотелиальные клетки, они постоянно захватывают частички крови вместе с присутствующими в них белками. И, как правило, эти белки, эндотелиальные клетки, пускают в деградацию. За исключением двух случаев. Самых двух, таких наиболее распространенных и важных белка. Это альбумин и это иммуноглобулин, антитела. То есть в эндотелиальных клетках есть особый механизм, с помощью которого они как бы сохраняют это антитела. Но если мы введем большое количество нормального балластного иммуноглобулина, то мы как бы тем самым перегрузим весь этот механизм, и он уже начнет не справляться с этим. И тогда частично иммуноглобулин тоже пойдет в деградацию. И это приведет к тому, что вот эти вот патологические ауто-антитела, они уменьшатся не только в процентном отношении, но они также начнут падать и в абсолютном значении. В этом как бы состоит вот этот лечебный эффект. То есть обман такой в некотором смысле. Ну, можно так сказать. Провокация. Но, значит, здесь мы используем нормальный иммуноглобулин. Но можно все-таки использовать иммуноглобулин, который реально является антителами. То есть такой иммуноглобулин, который направлен против болезнетворных каких-то агентов. И вот в качестве примера можно привести такие. Ну, скажем так, то есть очень те заболевания, которые есть, против них есть какие-то медикаментозные способы лечения. Но, к сожалению, есть заболевания, некоторые такие заболевания, от которых смертность очень высока. Ну, вот как, например, лихорадка Эбола. Уровень смертности достигает 80%, а никаких лекарств против таких заболеваний пока не создано. И вот в этих случаях, ну, в качестве такого пробного что-то стали использовать сыворотку переболевших людей. И вот здесь вот приведены данные о том, что такие сыворотки действительно оказывали лечебный эффект. Вот то, что вот снизу мы видим так. То есть в этом случае смертность иногда удавалось снизить в два раза по сравнению с контрольной группой. Помните, в начале пандемии, когда и лекарства, и не было и прививок еще, и вакцины тоже кинулись все. Спасибо за эту подсказку. Вот, собственно, к этому я как раз хочу сейчас и вернуться. Я просто понимаю, даже клич был добровольцем, чтобы призывали переболевших сдавать. То есть в самую начальную эпоху развития пандемии тоже была такая ситуация очень тяжелая. Непонятно было, как лечить. Лекарств не было. И вот как бы единственной возможностью это была возможность использовать сыворотку переболевших людей. Ну, можно сказать, это конволюсцентная сыворотка или некоторые называют ее реконволюсцентная сыворотка, но это не суть. И было обнаружено, что введение такой сыворотки действительно приводит к уменьшению смертности. Но, глядя на все это уже как бы с позиции сегодняшнего дня, я могу сослаться на рекомендации ВОЗ, который утверждает то, что, ну, скажем так, использовать такую сыворотку для профилактики нецелесообразно. ВОЗ говорит так, что вот конволюсцентная сыворотка, наверное, ее действительно можно использовать, и она действительно оказывает действие только в тяжелых случаях. Но при этом ВОЗ так очень осторожно говорит, что этот вопрос еще требует дальнейшего изучения. Но я хочу привести другой пример. Пример того, когда, скажем, используют иммунную сыворотку, и эффект ее является абсолютно доказанным, и действительно это очень широко используется, а именно антитела используются для предотвращения резус-конфликта между беременной женщиной и ее плодом. То есть мы знаем, что эритроциты могут или нести резус-фактор, это встречается примерно в 80% случаев, или этот резус-фактор может отсутствовать. И если у резус-отрицательной женщины появляется плод, резус-позитивный, и хотя плод отделен от организма матери неким барьером, тем не менее кровь в небольшом количестве может как бы этот барьер преодолевать, попадать в организм матери, и тогда мать иммунизируется против резус-фактора, и когда у нее уже образовались антитела, то эти антитела уже очень легко могут пойти в обратном направлении, в плод, и начать разрушать его эритроциты. И вот это явление, оно особенно опасно тогда, когда беременность, это уже не первая, а вторая, или последующая беременность, вот в этом случае риск для плода становится очень высокий. И чтобы этого не произошло, рекомендуется на втором триместре беременности, вот в этих случаях, беременным женщинам вводят человеческую сыворотку против резус-фактора. Вы если спросите, откуда ее берут, ее получают от тех же самых беременных женщин, которые уже в своей жизни пережили этот резус-конфликт, их специально иммунизируют, но правда в этом случае приглашают только тех женщин, которые уже вышли из репродуктивного периода, чтобы их не подвергать уже больше никаким таким опасностям. И вот эту сыворотку, ее используют для вот этого. Дефицита этих препаратов нет. Вот, вы опять... Я просто знаю людей, которые до 68-го года испытали всякие драмы и трагедии, пока вот не было вот этого. Вот, вот, то есть, все... И до сих пор вспоминают о том, как... Вот, все как бы работает неплохо, но... Но действительно здесь, что самое главное, то есть, скажем так, есть некие трудности, ну, в наборе добровольцев для получения этой сыворотки. И даже если набираются эти добровольцы, даже если такие сыворотки собирают, даже если это большое количество, приходит время, и этот пул заканчивается, и нужно начинать снова, нужно набирать снова. А самое главное то, что если набирается новая сыворотка, то ее опять нужно характеризовать, нужно доказывать, что она хорошо действует, что она не дает каких-то побочных эффектов. То есть, получается так, что вот я хочу подвести к той мысли, что желательно было иметь какой-то источник антител. Ну, и вот это, собственно, выражено у меня на следующем слайде, так? То есть, вот все, что я перед этим сказал, это на самом деле является неким таким большим введением к тому, что я собираюсь сказать после. А сейчас вот я просто так хотел бы чуть-чуть суммировать то, о чем я сказал. То есть, мы можем сказать, что сама концепция использования антител, она верна, она работает. Ясно совершенно, что нежелательно использовать ксеногенные антитела, нечеловеческие антитела. И вот то, о чем мы сейчас прямо остановились, это то, что необходим какой-то биотехнологический источник найти, который был бы возобновляемый, масштабируемый, воспроизводимый, так, чтобы один раз мы могли его создать, получить, охарактеризовать, и потом, чтобы мы его и могли использовать очень и очень долго. Ну и вот, да, но прежде, собственно, перейти уже непосредственно к тому, о чем я собирался рассказать, я все-таки сделаю еще одно маленькое отступление, и я позволю себе напомнить о том, что такое антитела поликлональные и что такое антитела моноклональные. Вот здесь приведена схема, которая показывает клонально-селекционную теорию Бернета, но она показывает ее в современном понимании, в современном исполнении. Согласно этой теории, имеется некая стволовая B-клетка, в которой гены иммуноглобулинов находятся в таком недифференцированном зародышевом состоянии. Эта стволовая клетка начинает делиться, дает потомство Б-лимфоцитам, которые продолжают длительно делиться и размножаться. В результате этого образуется пул большого количества клонов Б-лимфоцитов, каждый из которых, из этих клонов, продуцирует, секретирует антитела своего вида. Когда встречается антиген, то этот процесс идет еще дальше, и разнообразие клонов становится еще более большим, широким. И если мы берем сыворотку в этом состоянии, то совокупность всех этих антител называется поликлональной, в том смысле, что это является результатом продукции многих-многих клонов. И вот была бы замечательная, то есть есть такая вот задумка, что вот хорошо было бы получить антитела моноклональные, антитела, которые были бы продуктом одного единственного клона, тогда бы эти антитела обладали бы очень узкой специфичностью, которую можно было бы хорошо охарактеризовать и можно было бы использовать в своей работе. Ну, поначалу это казалось чем-то таким несбыточным. Ну, да, простите, я просто хочу показать еще сложность всего этого процесса, который показывает, сколько у нас Б-лимфоцитов в организме. И для того, чтобы получить моноклон, вот из этого стога сена нам необходимо выдернуть всего несколько отдельных Б-клетов и научиться получать антитела именно от этих Б-лимфоцитов. То есть это... Выдергивается с помощью антигена, да, или как вот? Ну, скажем так, сейчас, да, сейчас с помощью антигена выдергивается, но вот на том этапе, про который я рассказываю, делали все случайным образом. То есть просто... Ну, и вот я сейчас вернусь к этому немножко позже. То есть это делалось нецеленаправленным образом. То есть чем больше мы возьмем лимфоцитов и чем больше вот как бы мы проскренируем, тем больше вероятность того, что мы попадем на что-то такое, что реально нам нужно. Вот ответ, скажем, будет такой. Так вот. И вот идея, как получить моноклональные антитела, была предложена Керлером или Мельштейном, которые чуть-чуть, несколько позже за это свое открытие получили Нобелевскую премию. И их идея заключалась в следующем, что нужно взять Б-лимфоцит, тот, который продуцирует нужные нам антитела, специфические антитела. Но, к сожалению, этот Б-лимфоцит, в культуре он живет очень недолго, то есть с ним работать очень трудно, и его слить, сделать гибридизацию с клетками миеломы. И в результате этого получится такая гибридная клетка, которая так называется гибридома. Ну и поскольку слово Б-лимфоцит в русском языке относится к мужскому роду, то я бы мог сказать, что вот Б-лимфоцит, он выполняет роль папы. И дочерняя клетка, она получает от отца то свойство, что гибридома секретирует антитела нужной нам специфичности. А слово миелома, она женского рода, ну я могу так условно сказать, что это некая такая мама для нашей гибридомы. Она дает такие свойства, как бессмертность, то есть бессмертность имеется в том смысле, что эти клетки могут очень долго существовать в культуре, делиться, размножаться. И вторая особенность состоит в том, что эти клетки обладают очень высокой продукцией иммуноглобулина. То есть это их свойство такое? Это их свойство. Получается вот эта гибридомная клетка, ну а собственно сам процесс получения моноклональных антител, он выглядит вот таким образом. И вот возвращаясь к вашему вопросу о том, что как бы вот Б-лимфоциты их как бы специфически выделяют, вот на первых порах это делалось совсем не специфически. То есть просто чем больше лимфоцитов мы возьмем, загибридизуем, и у нас как бы будет больше панель, тем больше вероятность того, что мы получим то, что нам нужно. Так, то есть вот это такой несколько трудоемкий, длительный процесс. То есть работать надо. Да, то есть нужно получить гибридомы, нужно провести селекцию, скрининг, провести клонирование, и в результате всего этого все-таки мы получим моноклональные антитела. Но на что я хотел бы обратить ваше внимание, что, то есть как бы таким образом с помощью гибридомной технологии был создан вот этот самый биотехнологический источник. Но другая проблема, то, что антитела должны быть человеческие, это, к сожалению, эту проблему не решило. Как вы видите, в самом начале лежит, то есть находится мышка. Ну, удалось получить гибридомы с крысиными клетками, с кроличьими клетками, еще с некоторыми животными, но с человеком эта методика работает из рук, вот плохо. То есть какие-то отдельные сообщения есть, но как вот устойчивая технология, это не работает. Хорошо. Если все-таки мы не можем, то есть вот если мы так привязаны к мышке или к другому животному, и если это получается мышиное моноклональное антитело, если мы не можем целиком получить человеческое антитело, то нельзя ли было бы так, чтобы вот какие-то такие лишние, ненужные части этого антитела заменить по частям, заменить на человеческие части, и это уже как-то использовать. К этому времени молекулярная биология, она уже значительно продвинулась, так и вот молекулярная биология смогла как бы вот эту такую инженерию осуществить, естественно, она делалась не на уровне белка, а на уровне гена. То есть молекулярная биология позволила гены клонировать, выделять, как-то с ними работать, переформатировать их, чуть-чуть редактировать. После этого гены можно вставлять обратно в клетки, в клетки продуценты, и чаще всего для моноклональных антител это используются клетки китайского хомячка. Они для этого наибольшим образом подходят. И вот такие клетки, они уже получили название трансфектомы. И вот тут мы уже подошли к тому, что как бы созданы все усы... Но гены при этом человеческие? Нет, мышиные. Мышиные. То есть вот, скажем так, я вот вернусь назад, так, то есть вот те гены, которые отвечают за связывание с антигеном, то есть в этом как бы есть вот самое такое тонкое место, они остаются мышиными. Мы не научились пока эти гены делать, ну, что называется так вот, с чистого листа. Мы пользуемся тем, что может предложить природа. А человеческие мы туда подставляем все остальное. Все остальное подставляем. Мы подставляем некий такой каркас. Итак, была создана основа для того, чтобы попробовать получить первые терапевтические антитела. Ну, и если так широко распространена такая поговорка о том, что первый блин к комам, то вот в отношении моноклональных антител, терапевтических антител, все обстоит прямо противоположным образом. В 97-м году, то есть на самом деле исследования велись уже где-то лет 20 до этого, или там по крайней мере 10 лет велись исследования, но в 97-м году было уже это антитело утверждено и было разрешено к применению. Вот это антитело оказалось чрезвычайно успешным. Настолько успешным, что вот с тех пор уже прошло, ну, сколько, почти 25 лет, и вот это самое первое антитело, хотя на него уже и патент, действие патента истекло, тем не менее это антитело продолжает использоваться в клинике, успешно используется и, наверное, еще долгие годы также будет использоваться. Это антитело стали применять для лечения так называемых нехочетинских лимфом, главным образом. И я хотел бы остановиться и все-таки рассмотреть вопрос, а почему же так получилось, что вот это вот первое антитело, почему оно оказалось таким эффективным? Прежде всего это связано с тем, что вот был очень правильно выбран антиген, против которого было получено это антитело. Ну, во-первых, так. Имеется в виду CD20, тот самый, да? Да, да. Нет, прежде всего я должен сказать, то, что, ну, такие злокачественные образования гемопоэтических клеток, это довольно такой распространенный вид рака. Это во-первых. А среди таких гемопоэтических раков B-клеточный рак, он распространен еще самым большим образом. И вот нехочетинские лимфомы, они как раз составляют самую значительную часть всего этого. Если мы посмотрим на дифференцировку B-лимфоцитов, как он дифференцируется из стволовой клетки и до уже самой терминальной плазматической клетки, мы видим, что B-лимфоцит проходит некие стадии. И каждая стадия, она характеризуется каким-то своим фенотипом, набором каких-то своих антигенов. Так вот, что интересно, это то, что антиген CD20, он маркирует вот как бы самую центральную часть. Его нет на ранних B-лимфоцитах, на стволовых клетках и на пре-лимфоцитах. И его нет на самых поздних стадиях B-лимфоцитов. Но все нехочетинские лимфомы, они как раз именно связаны вот с этой стадией дифференцировки. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что антиген CD20, он не является таким опухолево-ассоциированным или опухолево-специфичным антигеном. Это нормальный антиген нормальных человеческих B-лимфоцитов. То есть это не знак патологии. Это абсолютно нормальный антиген. Но для, вот что хорошо для применения, то, что он экспрессирован только на B-лимфоцитах, его нет ни на каких других тканях. И он экспрессирован только вот на определенной стадии дифференцировки B-лимфоцитов. Надо сказать, что средние века они ознаменевались тем, что алхимики искали философский камень, а иммунологи, начиная где-то с середины прошлого века, они очень долго и упорно пытались найти опухолево-специфические антигены. И, ну, надо сказать, что усилий были потрачены колоссальные, а выход всего из этого оказался, ну, не таким большим, не таким значительным. А вот решение, оказалось, лежит совсем в другой плодкости. Можно использовать самые нормальные, самые обычные антигены и использовать антитела против антигенов для иммунотерапии. Ну, и есть некоторые, как бы, внутренние особенности самого антигена CD20, которые обеспечивают высокую эффективность антител против CD20. Я перечислил эти особенности. Антиген CD20, он такой белок, который погружен в мембрану, но у него есть некоторые особенности. Этот антиген расположен на мембране группами, он не слущивается и не интернализуется. Я, наверное, должен пояснить, что это такое. Имеется в виду то, что когда появляются антитела, то под действием антител он как бы не слетает с поверхности, с мембраны. Он не уходит, не прячется, он не прячется, не уходит в глубь клетки. Он как был на мембране, так и остается. Это, скажем так, совершенно неочевидное свойство, но для CD20 антигена это действительно так. И еще то, что он находится очень близко к мембране, он по размерам своим небольшой, очень такой небольшой. И вот то, что антиген находится группами, я вот на этом хочу остановиться немножко подробнее. Это приводит к тому, что когда антитела связываются с этим антигеном, поскольку антиген находится группами, то и антитела тоже группируются. Образуются некие такие гексомеры, которые я здесь нарисовал. Один из защитных механизмов связан с использованием так называемой системы комплимента. А система комплимента, она начинается со своего первого компонента, который так и называется C1. А он вот так вот выглядит. У него как бы такие шесть антенн, или шесть ножек, на которые он встает. И оказалось, очень удобно, что первому компоненту комплимента очень удобно узнавать связавшиеся антитела, поэтому он очень хорошо фиксируется на таких комплексах антитела с антигеном, и это обеспечивает высокий цитаток. После этого, когда связался первый компонент, после этого уже развивается некая такая цепная реакция, в дело вступают другие компоненты комплимента, и в конечном счете это приводит к тому, что на мембране появляется, грубо выражаясь, дырка. Ну и вот здесь приведена электронная микрофотография, в данном случае это сделано все на бактериях, но, что называется, на клетках это выглядит все примерно таким же образом. Таким образом, механизм действия ретуксимаба, механизм действия антитела против СИД-20 антигена в первую очередь связан с так называемым комплимент-зависимой цитотоксичностью. Но наряду с этим есть еще и другие механизмы действий, и они тоже вносят свой вклад в этот высокий терапевтический потенциал антител. А именно, с антителами могут связываться не только компоненты комплимента, но еще и ФЦ-рецепторы, которые находятся на поверхности макрофагов, НК-клеток. Они привлекаются к клетке мишени, и после этого они могут убить эту клетку мишени. Кроме этого, антитела против СИД-20 могут вызывать апоптос, ну и, наконец, когда клетки мишени разрушаются, то может происходить некая еще дополнительная пассивная иммунизация и как бы усиливать некий иммунный ответ. Но тут я хотел бы остановиться на одном таком замечательном, таком интересном факте. То есть антитела, редуксимаб, стали использоваться в клинической практике довольно широко. И вот в одной клинике проводилось исследование, проводилась работа, и совершенно случайно в той выборке, с которой работали врачи, оказалась одна пациентка, у которой была не только онкогематология, но она еще страдала ревматоидным артритом. И когда провели лечение, то неожиданно оказалось, что наступила ремиссия не только по онкогематологии, но еще значительно улучшилось ее состояние по ревматоидному артриту. И тут иммуновыки сказали, вот так, то есть ревматоидный артрит это аутоиммунное заболевание, которое связано с выработкой аутоиммунных антител, а ретоксимаб как бы выбивает центральное звено Б-лимфоцитов, и в том числе выбивает те лимфоциты, которые производят, секретируют антитела. Но, к сожалению, я должен сказать, что вот в отношении онкогематологии мы можем надеяться на то, что ремиссия будет достаточно полной. Это происходит не во всех случаях, но во всяком случае такая вероятность существует. А вот, к сожалению, в аутоиммунных заболеваниях мы можем только как бы улучшить состояние больного, то есть на несколько месяцев улучшить его состояние, потом стволовые клетки начинают делиться, вот эта Б-клеточная часть, она восстанавливается, и продукция аутоантител, она тоже сохраняется, и как бы заболевание возвращается. Значит, первый блин комом прошел хорошо, после этого стали получать другие химерные антитела, но при этом, конечно, было такое желание, а нельзя ли было бы все-таки получить антитела, еще более приближенные человеческим антителам. И если мы посмотрим, а, простите, это вот здесь просто перечисляются, я забыл об этом сказать, здесь просто перечисляются все те аутоиммунные заболевания, при которых антитела ритоксимаб могут использоваться. Ну, а вот теперь я могу уже перейти к следующему слайду. То есть нельзя ли было бы вот эту вот человеческую часть увеличить в антителе, а мышинную часть как-то немножечко снизить. Дело в том, что вот мы как бы в химерном антителе есть вариабельные части, целиком они взяты из мышинного моноглобулина. Но эти вариабельные части, они тоже неоднородны. Есть и области, которые непосредственно участвуют в связывании с антигеном, и, конечно, их нужно оставить. А есть области, которые в связывании с антигеном никакого участия не принимают, они выполняют как бы такую каркасную роль, и, наверное, их можно поменять. Вот это было и сделано. В таком случае антитела уже где-то примерно на 90-95% становятся человеческими, и такие антитела получили название как гоммунизированные антитела. И вот примером самого первого гоммунизированного антитела является антитела против молекулы, которую я буду называть Акферту. Дело в том, что Акферту – это тоже как бы нормальная молекула. Это тоже нормальный ген, который участвует в нормальной физиологии клетки. Но если в нормальной клетке имеется всего две копии этого гена, то вот при некоторых видах рака происходит его амплификация. Акферту – это, например, молочные железы, кажется, да? Да, да. То есть количество этого гена может увеличиваться примерно в 100 раз. И, соответственно, и экспрессия на клетке, количество этого белка тоже увеличивается примерно где-то в 100 раз. Поэтому в данном случае антиген Акферту, хотя он присутствует на нормальных клетках, его уже можно называть опухолеассоциированным. То есть он как-то связан. Ну а теперь, собственно, о самой физиологии молекулы Акферту. Эта молекула относится к семейству рецепторов фактора роста эпителиальных клеток. Такие рецепторы связываются с этими факторами, и они должны передать сигнал внутрь клетки, что вот имеется некий такой сигнал, поступил сигнал фактора роста эпителиальных клеток, что клеточке нужно начать делиться. И в этом ей помогает молекула Херту. Она объединяется с такой молекулой, образуется димер, и после этого уже посылается сигнал внутрь клетки. Но дело в том, что у Херту, у него есть такая нехорошая особенность, в том, что он может димеризоваться друг с другом вне зависимости от какого-либо внешнего сигнала. И тогда, когда количество молекул Херту на клетке невелико, ну вот этим можно как бы пренебречь. Это такая его шалость, значит, маленькая. Но тогда, когда молекул Херту на клетке становится очень много, вот этот сигналинг, который не связан ни с чем, он становится таким доминантным, и клетка, у которой вот эта оверэкспрессия Херту, она начинает бесконтрольно делиться, и, как вы правильно сказали, вот в первую очередь это относится к раку молочной железы. Да, молекула Херту в данном случае это некий такой монстр. Но у этого монстра, к счастью, есть некая такая ахиллесова пята, а именно четвертый домен этой молекулы. И вот антитело Херцептин, моноклональное антитело, это первое антитело, гуманизированное антитело, оно как раз распознает этот четвертый домен, связывается с ним, и после этого молекула Херту, даже несмотря на то, что ее на клетке очень много, она перестает образовывать димеры, и таким образом сигналинг внутрь клетки не идет, и даже более того, такие клетки, они могут впадать в апоптос. Это, собственно, и лекарство для лечения, да, эти раку молочной железы? Вот, Херцептин сейчас именно используется для этой цели. Но я сразу должен сказать, что зачастую вот все те лекарства, о которых мы говорим, они помогают далеко не во всех случаях. То есть это как бы вот рисуется самая идеальная картина. Но, например, при раке молочной железы, в первую очередь нужно понять, вот данная конкретная вот эта разновидность рака, насколько она связана с соберэкспрессией Херту. Вот если это связано, тогда как бы шансы повышаются. Имеет смысл. Да, и имеются как бы еще другие факторы, от которых тоже успешность лечения будет зависеть. То есть мы рассказываем о самом благоприятном случае. Итак, в гуманизированных антителах, как я уже сказал, мы оставляем некоторые области, которые отвечают за связывание с антигеном, мы оставляем их мышинами, все остальное меняем на человеческую основу. И вот здесь это выделено цветом. То есть вот красные области, это те, которые мы взяли из мышиного антитела. Но получается так, что вот все остальное, оно как бы является неким каркасом, оно не участвует во связывании с антигеном, но тем не менее этот каркас, он как бы обеспечивает правильную ориентацию. Вот антиген связывающих центров. Поэтому иногда приходится в этом каркасе тоже что-то такое подкручивать, тоже что-то такое немножечко модифицировать. И вот это самая сложная часть в получении гуманизированных антител. И я бы даже себе позволил тут такую аналогию провести, что переводить стихи с одного языка на другой. С одной стороны, просто нужно взять словарь, взять словарь или Google Translate, можно перевести, и все будет переведено. Будет все переведено правильно, но как бы вот прелесть стиха, она будет потеряна. Вот точно так же с гуманизированными антителами можно все пересадить, но сила связывания такого антитела, она может оказаться сильно пониженной. И поэтому в производстве, в получении гуманизированных антител приходится делать очень большую, трудную, кропотливую работу по потом уже, по некоторой подгонке вот этих вот других аминокислотных остатков. Так, и в этом есть как бы сложность. Конечно, было бы проще, было бы проще просто вообще получать полностью человеческие антитела. Но, как я уже сказал, что в то время мы были полностью завязаны на гибридовную технологию, мы были очень сильно связаны именно с получением мышиных моноклональных антител. Но, к счастью, в это время появилась другая технология, которая получила название метод фагового дисплея, и один из главных разработчиков он получил за эту работу Нобелевскую премию в 2018 году. В своей работе он стал использовать так называемый бактериофаг М13. Здесь вот на этом слайде приведено вот такое вот соотношение, насколько бактериофаг больше антитела. Он существенно больше. Но, тем не менее, в бактериофаг его нуклеотидную последовательность можно ввести некоторые последовательности, которые будут гарантировать то, что на поверхности бактериофага будут экспрессироваться фрагменты антител. Но это не случайный бактериофаг, он крупный вообще среди, насколько я знаю, среди бактериофагов. Потому его используют. Для всяких штук. Ну, вот я затрудняюсь сказать, почему конкретно именно был выбран М13. Нет, 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 это ничего. Это нормально. Но он оказался именно удобным в том отношении, что оказалось очень удобно на его поверхности экспрессировать фрагменты антител. И самое главное в фаговом дисплее – это то, что вы получаете в одном флаконе сразу два свойства. Отбирая фаговые частицы, вы как бы отбираете антитела, но отбирая эти фаговые частицы по свойствам их связывания, вы сразу и отбираете те гены, которые в этих бактериофагах присутствуют. На самом деле, когда мы работаем с гибридомами, мы делаем примерно то же самое. То есть у нас гибридомные клетки, они тоже в себе несут генетическую информацию, и они экспрессируют эту информацию в виде антител. То есть мы тоже можем отбирать и антитела, и генотип этих клеток. Но если сравнить гибридомную технологию с фаговым дисплеем, или я так позволю себе сказать, такой клеточный дисплей, с фаговым дисплеем, то вот здесь вот приведено сравнение. Ну, в случае гибридомной технологии мы получаем как бы библиотеку, емкость которой можно так оценить как порядка 10 тысяч клонов. Не более того. То есть мы можем выбрать что-то из 10 тысяч клонов. А емкость фаговой библиотеки, она намного, намного выше. То есть это такая очень большая библиотека, настолько большая, что у нас есть, появляется уверенность, что в этой библиотеке мы сможем найти нужную нам книгу или нужный абзац, который полностью удовлетворяет нашим требованиям. Это во-первых. А во-вторых, то, что работать с фаговой библиотекой, несмотря на то, что она такая большая, с ней оказалось довольно легко. То есть это такой, ну, не очень трудоемкий процесс. И вот с помощью фагового дисплея было получено самое первое полностью человеческое моноклональное антитело, которое получило название Адалимумаб. И вот здесь мы с вами впервые сталкиваемся с тем, что антитела могут использоваться не только для лечения онкологии, но и для лечения других заболеваний. В частности, Адалимумаб используется в первую очередь для лечения ревматоидного артрита и некоторых других аутоиммунных заболеваний. Как я уже говорил, при аутоиммунных заболеваниях там, ну, таким, самой большой проблемой является наличие аутотител, но вторая субстанция, которая как бы вот приводит к повреждению ткани, это фактор некроза опухоли или ТНФ, который мы так и будем называть ТНФ. И антитело Адалимумаб, оно просто блокирует эту молекулу, но надо сказать то, что, к сожалению, пока, то, что Адалимумаб, скажем так, есть ТНФ, полезный ТНФ, то есть это опять такая молекула, которая работает в нормальной физиологии, организма, в нормальной физиологии клетки, и, в общем-то, она нужна. К сожалению, антитело Адалимумаб пока этого не распознает. Она блокирует любой ТНФ. И в этом есть некий недостаток этого антитела. Но он не единственный, этот недостаток. То есть, к сожалению, антитело Адалимумаб при лечении ревматуидного артрита, оно должно, то есть это не то, что какая-то такая разовая процедура, как при лечении онкологическим заболеваниям. Это такая процедура, которая должна повторяться через несколько месяцев, и больные должны как бы постоянно сидеть вот на этом курсе лечения. Антитело Адалимумаб вводится много раз. И несмотря на то, что это антитело является человеческим по своей природе, вот несмотря на это, примерно где-то у 28% пациентов образуются антитела против этого антитела. За счет чего? Ну, вот здесь вот справа есть такая подсказка, есть такое предположение, что эти антитела образуются против так называемого идиотипа. То есть, это та часть антитела, которая, ну, вот непосредственно участвует в связывании с антигеном, и как бы организм не привык к тому, что вот в циркуляции присутствуют такие антитела с этим идиотипом, и против вот этого идиотипа начинают вырабатываться антитела. К чему это приводит? К тому, что, ну, скажем так, в самом таком щадящем варианте это может привести к тому, что когда образуются антитела против антител, то тем самым как бы просто падает концентрация терапевтических антител. Получается так, что мы эти антитела расходуем в холостую. В холостую, да. Да. Но это такой самый щадящий случай. А вот самый неприятный случай состоит в том, когда этих антител много, они могут уже агрегироваться, они могут активировать все тот же самый компонент комплимента, и уже в этом случае начинается поражение ткани. И вот эти вот комплексы антител, они могут высаживаться в печени, могут высаживаться в почках, и тем самым приводить к нарушению этих самых органов. В чем же дело? Дело в том, что все-таки, вот у меня такое немножко скептическое отношение к фагму дисплея. Скажем так, ну, как говорил Остап Бендер, самогон можно гнать из всего чего угодно, в том числе и из табуретки. Вот точно так же я могу сказать, что сделать белок, который связывается с антитеном, можно из любой молекулы. Нужно только провести значительный мутагенез любой молекулы. И вот это есть целое такое направление, которое так и называется антителомиметики. Тогда, когда люди честно берут другую молекулу, и из нее как бы получают что-то такое, что похоже на антитело. Вот в данном случае, это мой такой взгляд на все это дело, что вот здесь под антителомиметиком выступает антитело. То есть вообще фаговый дисплей, он, понимаете, он как бы работает на таком комбинаторном уровне. То есть он не совсем отвечает реальному иммунному ответу, а мы просто из иммунного организма берем все гены, начинаем их быстро, так это очень активно перемешивать, перемешиваем, а потом перебором что-то оттуда извлекает. Поэтому желательно было бы какой-то иметь все-таки более нормальный иммунный ответ и моноклональные тетела терапевтические и использовать оттуда. И вот мы все говорили о том, что как сложно получать человеческие моноклональные тетела. В 99-м году фирма Абдженикс предложила, она получила трансгенных мышей. То есть это такие мыши, у которых ее собственные гены мышиных иммуноглобулинов были полностью нокаутированы. А вместо этого в этих мышей были внедрены человеческие гены. И, ну, кто-то может сказать, наверное, это очень простая задача, но просто вот я хотел бы обратить ваше внимание, что да, сейчас трансгенных животных развелось уже довольно много. Но дело в том, что гены иммуноглобулинов это как бы непростой ген. Это очень сложный ген. И вот здесь снизу я так это и подчеркну, что, скажем так, средний ген, он где-то по размеру где-то примерно 50 килобаз, а вот ген иммуноглобулина, он аж 1300 килобаз. Это очень большой ген, который как бы пересадить довольно трудно. И самое главное, что его нужно не просто пересадить, а чтобы он продолжал работать на новом месте. Мышиные ферменты должны узнавать все это и должны перестраивать этот самый ген. Так что вот эта задача, она такая довольно сложная. Ну, я могу сказать так, что трансгенных по иммуноглобулиным мышей в нашей стране, к сожалению, нет. И, ну, я бы так сказал, что пока перспектив таких не предвидится. То есть этих мышей выпускают только несколько зарубежных фирм, причем все эти мыши, они строго лицензируемы. То есть нужно платить очень большие деньги для того, чтобы фирма позволила с ними работать. Но я должен сказать, что вот эти трансгенные мыши сейчас стали основной платформой для получения моноклональных антител. То есть с помощью этой технологии было получено антитело против антигена, который относится к классу так называемых контрольных точек. И вот я хотел бы так буквально в двух словах уточнить, что такое контрольные точки. То есть на поверхности клетки есть очень много белков, есть очень много молекулок, которые принимают участие в самых различных функциях. Но есть такие молекулы, которые как бы не выполняют вроде бы никакой функции, но можно так сказать, они участвуют в таком фейс-контроле для других клеток. Вот в данном случае макрофаг. Когда он встречается с чужодной клеткой, он обязательно ее так ощупывает, и он смотрит. А если на этой клетке антиген CD47? Если есть, макрофаг так успокаивается и отползает в сторону. Фейс-контроль прошел, или вот как образно так говорят, произошло такое взаимодействие «don't eat me». То есть клетка говорит, «не ешь меня, со мной все в порядке». Но как всегда бывает, вот есть какой-то механизм, а вот наши злокачественные клетки, они всегда найдут такую лазейку, они подстроятся под этот механизм, и начнут его использовать. То есть при некоторых апохолях раковые клетки, ну как бы, если так можно выразиться, сознательно, или там как-то, начинают экспрессировать эту молекулу для того, чтобы их иммунная система не распознавала. И вот это, собственно, является контрольной точкой. И если у нас будут антитела против этой контрольной точки, если мы это взаимодействие заблокируем, то макрофаг уже начнёт пожирать. Ну вот почему я это сделал, то есть представил, потому что в данном случае как бы идея контрольной точки, она очень так очевидна. А вот теперь, собственно, перейдём полностью к человеческому антителю пилимумаб, которое было получено с помощью трансгенных мышей, оно было одобрено для лечения меланомы. В данном случае всё выглядит следующим образом. То есть имеется у нас Т-киллер, который взаимодействует с дендритной клеткой. Дендритная клетка представляет антиген, Т-киллер активируется, и после этого уже как бы наученный на этом антигене он может убивать раковые клетки. Но всё устроено таким образом, что вот, к сожалению, в этот процесс может вмешиваться молекула CTL4, которая, то есть если происходит участие этой молекулы, то вместо того, чтобы Т-киллер активировался, наоборот, происходит его ингибирование. И вот антитело и пилимумаб против контрольной точки СЕОК-ТЕЛ4, это антитело блокирует это взаимодействие, и тем самым это приводит к тому, что Т-киллер всё-таки начинает выполнять свои функции. Ну и вот в данном случае я привожу несколько другой пример тоже таких контрольных точек, это взаимодействие двух таких молекул, которые называются PD-1 и PD-1-легант. В данном случае вот это взаимодействие контрольных точек можно ингибировать антителами как против молекулы PD-1, так и антителами и против PD-1-легант. Следующим этапом в развитии терапевтических моноклональных антител было создание биспецифических антител. Вообще обычное антитело, которое, ну такое естественное антитело, которое образуется в организме человека, оно имеет два центра связывания. Но всё-таки обычно эти два центра связывания абсолютно идентичны друг к другу. То есть просто у молекулы антитела есть две эквивалентности антитела может связываться сразу с одним антигеном и с другим антигеном, но с тем же самым антигеном. Но когда мы уже стали делать инженерию антител, возникла такая возможность, что мы можем сознательно сделать вот эти половинки антител разными. Так что одна половина антител будет связываться с каким-то опухоле ассоциированным антигеном, нашим, вот здесь как поведено с антигеном Ферту, а другая половина будет связываться ну предположим с маркером Т-клетов, Т-лимфоцитов молекулы CD3. Если такое взаимодействие произойдет, то антитело как бы сведет вместе клетку Мишель и Т-киллер. И хотя как бы Т-киллер не будет получать прямых инструкций, что вот эту клетку надо убить, но из-за того, что он так вот окажется в такой непосредственной близи, так он может, что называется, ненароком эту самую клетку и убить. Деваться некуда. Да, а поскольку у антитела есть еще и ФЦ-фрагмент, с которым могут взаимодействовать и ФЦ-рецепторы, которые находятся на макрофагах, на инкаклях или на дентритных клетках, то вот эффект такого антитела, она еще более увеличивается. и хотя вообще технология получения бисспецифических антитела, она довольно трудоемкая и получать их довольно сложно, но вот внизу здесь написано то, что вот такое бисспецифическое антитело по своей эффективности, оно примерно в тысячу раз более эффективно, чем обычное антитело, поэтому игра, стоит свеч, стоит все-таки получать вот эти вот бисспецифические антитела. Но мы все говорили с вами о том, как это замечательно. Ну давайте... Специфически это как бы последнее поколение можно считать, да, эволюционно, так если вот наша биография антитела. Да, нет, наверное, все-таки не последнее. Вот если мы с вами дойдем до последнего слайда, если у нас хватит с вами терпения, то я может быть все-таки вот скажу еще пару слов. Теперь давайте каплю дегтя, ложку дегтя нам. То есть, я что хочу сказать, что конечно, конечно, у терапевтических антител есть и побочные эффекты. Ну, как сказал один юморист, хорошее лекарство от плохого отличается именно наличием побочных эффектов. И чем больше побочных эффектов, тем, наверное, лекарство лучше. Но вот в этом отношении моноклональные антитела, они, наверное, очень хорошие антитела. Так, ну вот здесь вот перечислены просто те негативные эффекты, которые могут быть при использовании антител против контрольных точек. А вот здесь вот перечислены те нежелательные эффекты, которые могут возникать при использовании антител адалимумаб. Так, то есть мы блокируем ТНФ, и это приводит к увеличению риска редких серьезных инфекций, и из этих инфекций наиболее опасно то, что может произойти реактивация туберкулеза. Если микобактерии там присутствовали, то это может к этому привести. Ну и вот в каком-то смысле такой заключительный слайд. Здесь просто собраны все те разные механизмы, через которые действуют антитела. Здесь они перечислены и комплемент зависимой цитотоксичности, и антителозависимой цитотоксичности, и блокировка. И вот глядя на этот слайд, может создаться такое впечатление, что антитела обладают только такой разрушительной способностью. Они или кого-то убивают, или что-то блокируют, или чему-то не позволяют. Я хотел бы так все-таки сказать два слова в защиту моноклональных антител. То есть на самом деле это не часто, но они могут выполнять и некоторую созидающую роль. Правда, такое использование в созидающей роли, оно как бы пока еще таким не является распространенным. ну вот один из примеров. Это пример гемофилии. То есть при гемофилии наблюдается то есть это генетическое заболевание, при котором ну просто отсутствуют некоторые факторы спёртывания. Вот при некоторых видах гемофилии конкретно отсутствует фактор под названием 8А. А роль у фактора 8А она на самом деле довольно простая. То есть он сложит просто таким мостиком, который соединяет воедино 9 и 10 фактор. И после этого реакция свёртывания крови она развивается дальше. То есть 8 он выполняет только эту роль. И понятно, что можно попытаться использовать бесспецифическое антитело для того же самого. То есть гемофиликам вводить не 8 фактор, а вводить вот это антитело, которое будет приводить к комплексообразованию этих двух факторов. тем самым процесс свёртывания будет осуществляться. Ну это вот такое одно маленькое отступление. Ну и теперь мы уже подходим к завершению нашего. Ну давайте скажем так, что то есть я бы сказал так, что история использования применения моноклональных антител, она была такая очень благоприятная. И те прогнозы, которые у нас есть, они говорят о том, что этот рынок он будет расти. И я вот только хотел еще обратить внимание на то, что вот очень большое значение стало предаваться биспецифическим антителам. Ну и вот вы меня спросили все-таки это последняя генерация или не последняя генерация. Ну я знаете что, я вот позволю себе немножко пофантазировать. Дело в том, что до сих пор, ну вот если не говорить про биспецифические антитела, до сих пор антитела все-таки они отвечали только на один вопрос. Есть этот антиген или нет антигена? То есть если есть антиген, они начинают работать. Нет антигена, не перестает работать. Ну у биспецифического антитела как-то все-таки немножко посложнее. Ему уже нужно два антигена. Ну вот представьте себе, что нам нужно описать какого-то человека. И мы например, мы можем сказать этот человек брюнет или блондин. Это мало что нам скажет. Мы можем сказать, что другой параметр взять. Он высокий или низкий. Ну тоже это очень важно. А вот если мы можем использовать сразу несколько параметров и сказать высокий блондин в черном ботинке и сразу все догадаются что кто же это это персонаж которого сыграл известный артист. Вот поэтому о будущем моноклональных антител я хотел бы сказать то, что наверное будущее за такими реагентами которые бы сразу понимали бы чувствовали бы несколько антигенов. То есть вот например когда я говорил о ТНФ то антитело которое есть оно блокирует любой ТНФ а нужно блокировать не любой ТНФ а только тот ТНФ который находится в очагах воспаления. Ну вот на этом я хотел бы остановиться и поблагодарить за внимание. Спасибо большое пока не прощаемся. По скриптуме я бы хотела обратиться собственно к финальной части вашего рассказа. Вы мы все видели на протяжении всей презентации что это замечательная вещь и мы знаем что это замечательная вещь терапевтические антитела и мы видим вот эту картинку роста рынка которая красноречива она свидетельствует о востребованности. мы слышали от вас о побочных эффектах видели слайд с побочными эффектами но я хотела спросить не о побочных эффектах а о другом а каких бы имманентных ограничениях свойственных этому подходу лечению антителами среди них называют во-первых нестабильность а во-вторых не специфические взаимодействия нецелевые связывания они снижают эффективность а вопрос мой такой пытаются с этим бороться с этим можно бороться и многие борются с этим вот с этой неспецифичностью с нестабильностью есть ли какие-то пути преодоления этих ограничений свойственных антителам лечебным антителам я имею ввиду терапевтическим знаете есть целое такое направление которое так и называется инженерия монокланальных антител так то есть но это создают новые не только нет они создают то есть инженерия она позволяет создавать антитела новых специфичностей но инженерия она ведь распространяется не только в эту сторону но например например вот антитела взаимодействуют со своим антигеном но кроме этого у антитела есть CRC-фрагменты в котором оно связывается с различными ФЦ-рецепторами. И от этих ФЦ-рецепторов очень многое зависит. То есть, если связывается с одними ФЦ-рецепторами, может лечение пройти хорошо, а если связывается с другими ФЦ-рецепторами, лечение может пойти, может быть, даже вспять и в другую сторону. И вот эта инженерия антител, она занимается тем, что модифицирует аминокислотные остатки в той части, которая вообще никак не связана со связыванием с антигеном и управляет вот этими другими процессами. Ну, я так думаю, что вот это в какой-то степени является ответом на ваш вопрос. Ну, насчет нестабильности антител, да. То есть, антитела, например, вот что может быть плохого? Они могут там агрегировать, так, при хранении агрегировать. Они могут там при введении тоже как-то себя неправильно ввести. Так вот, эта биоинженерия, она позволяет, то есть, если мы понимаем этот процесс, то мы можем как-то чуть-чуть немножечко подправить в этом антителе, что-то подкрутить. То есть, можем. Да, то есть, такие работы существуют. И это как бы целое направление биоинженерии. Ну, например, мы можем поменять гликозилирование антитела. Так. Вот. Или там связывание с тем или иным ОФЦ-рецептором. Ну, так вот и так далее. Спасибо большое. Будем следить за рынком. Спасибо вам. Успехов вам. Спасибо. Спасибо.